какими инструментами сейчас вы пользуетесь личные оркестровые имеется виду фирмы там что используете вот немножко краткий обзор по тому набору который у вас есть очень интересно имеется виду пикало б или моль там все что есть я сейчас являюсь значит артистом фирмы шагер а а а КОНЕЦ 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 Австрийской, очень известной фирмы. Также я артист Брэйзен Майер, штучного мастера, всем известного на весь мир. Он тоже из Австрии. И как-то так получилось. Собственно говоря, я даже не планировал, что у меня объединится одно и другое. Но вначале у меня все было связано с Брэйзен Майером. Я очень много на разных инструментах играл. Я в свое время достаточно долгое время играл и на бахах, и даже на сельмере. Но я должен пояснить, на сельмере времен Морис Андрейта это были замечательные инструменты. Очень легкие, поэтому именно в сольной практике это меня значительно продвинуло. Что касается выбора Шагеля, это тоже неспроста. В оркестре в Париже мои коллеги многие играют на разных сериях этой фирмы Шагель. И они очень довольны этим инструментом. Это раз. Но я сам лично убеждался. И я играл на моих инструментах. Я слышу, как они играют ежедневно. Я даю себе отчет, что они реально это здорово делают. Очень хорошее звучание. Плюс дело в том, что я всегда искал возможность. Так как я очень много играю абсолютно различной литературы в одном концерте. И мне нужно часто менять инструменты. Мне всегда нужно было ощущение, что это родственный инструмент. И вот у меня было часто, когда я играю, например, на помповых трубах. Вот бейная, цейная, да, даже бибемольная, пиколка, да. Как только ты переходишь, например, на немецкую, на древентиль, то такое ощущение, что ты просто на другую планету улетел. То есть нужно сразу адаптироваться, но времени для адаптации нет. И дирижер не собирается ждать, и оркестр не собирается ждать. Поэтому я всегда искал, где же есть возможность лично для меня, чтобы мне было комфортно, потому что это был мой личный выбор, найти тот инструмент, который отвечает тем критериям, которые я ставлю. И я вот сейчас, я очень доволен, я играю на, полностью у меня инструментарий шагель. На немецкой у меня и цейная, и бейная труба. Флюгельгорн тоже замечательный. Что еще? Очень хорошие бейные, помповые и цейные. Тоже эсная новая труба сейчас появилась, очень хорошая. Пиколка у меня сейчас древненький, тоже шагельный. Они планируют сейчас начать тоже производство именно помповых пиколочек. Ну и, соответственно, точно так же еще там у нас есть вопросы по корнету. У них разные есть корнеты. Так как нужно просто понимать, Австрия, она же очень, скажем, славится. Это страна тем, что там очень много брасбендов. И в брасбенде, скажем, котируются одни размеры корнетов, в других странах могут котироваться другие. Поэтому они тоже сейчас смотрят, что можно, на какие страны, какие, скажем, размеры реализовать в ближайшее время. Также есть тоже задумки делать тоже для немецкой машинки мебемольные трубы и трубы ре, особенно для третьих трубачей. В минорной мессе Баха это очень важно, да, как третья труба, только как базис, чтобы была хорошая интонация при этом. Человек чувствовал себя, как будто бы он играет на большой трубе. То есть именно вот эта вот продолговатая позиция, да. Что еще? Трубы ре, да, ми бемоль. Также они сделали сейчас труба ми. Если кому-то очень интересно, значит, концерт Гумеля играть в оригинале в ми мажоре, то это тоже возможно. Они сделали замечательную ми трубу помповую, очень хорошую интонацию. Что отличает все трубы, то неважно, какой ты трубе играешь, всегда присутствует элемент родственности в звучании. То есть ты чувствуешь, даже если труба немецкая, она шире по звуку, только что играл на приколке, и все равно ты чувствуешь, что есть элемент, что дает тебе вот этот комфорт и достаточно открытое звучание. Но при этом очень интересно, конечно, если есть возможность именно посетить саму фирму, которая находится в городе Манг, и познакомиться вот с самим, значит, Шагерлем. Его зовут Карл. Это сын уже, это уже второе поколение. Отец еще жив, я тоже с ним знаком. И он тоже там немножко сейчас еще подрабатывает, ему только что исполнилось 90 лет. Вот. И Карл Шагель, он очень гостеприимный человек, и очень добрый, и отзывчивый, и большой профессионал. Он абсолютно точно понимает, потому что они все ребята, которые работают там, они абсолютно точно знают, какое должно быть звучание. Многие из них играют на разных инструментах, в том числе и на тромбонах, на баритонах. То есть они понимают, что требуется. Также, потому что к ним практически ежедневно приезжают трубачи, в том числе и джазовые. Джеймс Моррисон очень много играет на этих трубах, представляет эти трубы. Ну вот, поэтому они постоянно, как бы, окутаны вот этим вот аурой, вот это вот звучание. Очень много профессиональных трубачей приезжает, и уже сложилось, как бы, понятие о хорошем звуке, о красивом звуке, и оркестровом, и сольном, и джазовом, в том числе. Вот, надо сказать, что, что отличает именно вот эту фирму, малейшее изменение, что бы я хотел именно произвести в своем инструменте. То есть я могу позвонить, объяснить, если кому-то нужно, может, на английский, скажем, на английском языке это написать, Карлу, или на почту, или там на немецком. То есть они всегда стараются найти другую возможность, если вас что-то не устраивает в инструменте, или, по крайней мере, предложить какой-то вариант взамен. Потому что, надо сказать, что эта фирма сейчас уже, вот в этом году будет исполняться уже 60 лет, юбилей. Вот, и последние 25 лет, это они, благодаря Ханс Ганшу, это вот бывшему трубачу в Венской филармонии, который жил неподалеку. И отец Ханс Ганша с отцом Шагер, да, вдвоем очень много в деревне в фанфаре вместе играли. И они, как дети, воспитывались. И Томас Ганш вместе с ними позже присоединился. То есть это все ребята, которые где-то у себя дома очень много играли вместе, ну, камерной музыки, скажем так, да. И они очень много абсолютно на разных инструментах всю эту литературу проходили. В том числе и, конечно, оркестровые какие-то вещи, веселые какие-то вещи, очень много брас-квинтетов и так далее. То есть очень много было идей, много было испробовано, много было сделано каких-то, скажем, перед тем, как первый вариант вообще Ханс Ганша модели появился, было несколько моделей еще сделано. И уже благодаря Ханс Ганшу, именно его влиянию, его понятию, в каком направлении нужно идти, как должен звук развиваться. Потому что он, если кто-то не знает, он человек, которому требуются достаточно большие инструменты. То есть у него звучит очень легко, но ему для этого нужна большая труба. И он отдавал себе отчет, конечно, что он может так играть, но другие могут не играть. Поэтому он сделал сразу же две другие модели, которые как бы легче и еще легче. И постоянно это демонстрировал. Еще до сих пор есть, если кому-то интересно, ролики в интернете, на YouTube можно найти, где Ханс Ганш поясняет и играет очень много в таких коротких роликах. Рассказывает про трубы свои. Но это, конечно, уже старые ролики, но они все еще присутствуют в интернете. Вот. И сейчас, в принципе, на этой базе были созданы уже новые модели. И, конечно же, всем известны берлинские модели совместно с Габбард Аркеви. Тоже великолепный, замечательный трубач. И он сейчас перенял обязанности Ханс Ганша. Он как бы сейчас очень много занимается именно развитием новых каких-то идей, построения новых инструментов и так далее. Вот. Или, скажем, модификации уже старых моделей. Вот. И я могу сказать, что как только я увидел, что у меня практически, знаете, как говорится, с закрытыми глазами, такое ощущение, ты играешь на этой трубе или на этой трубе, это уже практически неважно становится. То есть звучание, оно идет, оно течет. Вот. Единственное, что можно, конечно, скажем, улучшить, это посредством того, что ты делаешь, скажем, для этой трубы конкретную штуку. Вот чем я и занимаюсь. Вот с Карлом Бризмайером мы сделали много, уже достаточно много моделей. И сейчас есть тоже моя модель, Андрей Кавалинский, Бризмайер модель для и немецких труб, и для пиколки отдельно есть тоже, и для, как говорится, для ми-бемольной трубы. Вот последнее, что мы делали, для ми-бемольной трубы, и просто для бейной, цейной трубы. То есть мы постоянно в контакте, мы постоянно переписываемся, и у нас много постоянно, у нас очень хорошая, тесная дружба такая, и с Карлом Шагерлем. Карлов, Карлов, много, конечно, в Австрии, да? Карлов, они молодцы, конечно, да. Дело в том, что это тоже неспроста, потому что все-таки Вена в свое время стала одной из главных именно центров музыкальных, куда приехал и Моцарт в свое время, и Бетховен в свое время, и там же был и Шуберт, и потом очень много Вагнер был. Приезжал и Лист, и Штраус, конечно, Малер, ну все, Брукнер, просто все. И в свое время Брамс, который пытался от Боржика к себе пригласить. Он, правда, уехал в Нью-Йорк, и там же по этому поводу сочинил свою девятую цифру. Но благодаря тому, что развитие такое получила индустрия, именно вот это литейное искусство, ведь все же... Вот видите, как интересно, мы начали наш разговор с того, как можно заниматься на трубе или вообще музыкой, а подошли вплотную к тому, что, в принципе, без знания физики, вот, например, физиков, людей, профессионалов, мы бы не смогли иметь вот эти элементы, которые дают нам латунь, там, я не знаю, серебро и все остальное. Это же все-таки тоже знание, и это все сравнительно недавно появилось вообще в мире. То есть если, там, 500 лет назад не было так слишком много на эту тему разговоров сейчас, сплошь и рядом, все говорят, а у тебя посеребряный мундштук, а у тебя позолоченный, а что будет, если там будут титановые поля и так далее. То есть вот такие вот вещи. И это здорово, почему? Потому что это очень хороший показатель, что мы развиваемся постоянно, мы ищем новые пути, не только для своего развития именно как вот в физическом плане, но и именно как музыканты, потому что мы же рассказываем, хотим поделиться мыслью. А вот как технически это сделать, вот здесь нам нужна уже помощь со стороны тех же самых физиков, математиков. Вот. Поэтому здорово, конечно, когда так много появляется по истории из архивов, когда читаешь. Знаешь, в таком-то году написана новая симфония, на этом концерте присутствовал такой-то композитор, и у него была идея, что я напишу после этого, что он и сделал через пару лет, еще одну симфонию. И вот так вот развивается, и в результате музыканты приходят и говорят, так, мне нужен новый мундштук, потому что там слишком высоко написано, или там мне нужен большой мундштук, слишком низко написано. И так далее. То есть потом тромбонистская, слушай, у вас так хорошо звучит, давайте-ка мы тоже. И у Бразильмайера появляется, что у него теперь очень много тромбонистов, волтарнистов, тубистов по всему миру абсолютно. Все ведущие, просто солисты и целыми группами, ведущие оркестры приходят. Андрей, я, честно говоря, тоже играю на Бразильмайере, и, скажем так, я, конечно, не первый его привез в Россию, но я, когда их первый раз попробовал, эти мундштуки, я сразу понял, что это другой мир вообще, по сравнению с Бахами, там, ну, всем, что мы знали, что это вообще какой-то просто нереальный мундштуки, которые дают свободу игры, какие-то соединения и звук потрясающий. И я начал их возить пачками просто из Австрии сюда, и сейчас наполнилась у нас Россией этим Бразильмайерами, потому что, ну, реально очень крутые мундштуки. Я вот хотел задать вопрос. Ты сказал, что есть несколько моделей твоих. Ты на разных инструментах используешь разные диаметры, или у тебя диаметр один, и какой? Чтобы вот люди знали, если они будут заказывать у Бразильмайера модель Ковалинский, какой там диаметр по Баху примерно? Дело в том, что, вот, отвечая на этот вопрос, мне всегда Карл советует, говорит, лучше сразу обращаться к нему. Почему? Я сейчас поясню. Не из-за того, что я хочу там что-то скрывать, отнюдь нет. Я абсолютно открыто ко всем всегда показываю своему штуке, если кому-то хочется, пожалуйста, пробуйте. Дело в том, что, да, я исходил из того, что все мы в свое время играли на Бахах. Конечно же, я очень много играл и на полторашке, и вначале я вообще играл на 7С, потом я уже переходил и дошел до полтора. У меня единица тоже дома есть для каких-то отдельных вещей. Но, что касается удобства, да, но тут нужно было задуматься, конечно, в первую очередь о чашке. Насколько удобно, ведь все-таки зубы у каждого человека разные. Тут же нет стандарта. Вот стандарт можно, скажем, слепить вместе с Бразильмайером, сказать, мне не нравится это, можешь подточить. Он это сразу сделает, у него замечательный компьютер, который просто в доли миллиметров, ты знаешь, о чем я говорю, это так делает. Но ощущение, сам Карл говорит всегда, мне важно ощущение после того, как я даю вам мой мундштук. Потому что я вместе с вами всегда учусь, я всегда исхожу из того, что то, что мне говорит исполнитель, оно говорит правду всегда. То есть он должен в первую очередь к себе честно подходить и говорить, да, у меня на самом деле очень хорошее ощущение. Или это случайно хороший звук вдруг появился, но он точно так же быстро исчез, потому что там может быть мелкая чашка или что-нибудь такое, да. Вот. А уже после этого мы работаем над ножкой. Конечно, можно играть на абсолютно цельных муштуках, и он может сделать просто под тебя твой размер, но только не развинчивающийся. Вот. Это тоже хорошо, почему? Потому что у меня тоже есть и такие муштуки для стабильности. Но, он говорит, дело в том, что если вдруг, вот чем непредсказуем вот наш мир музыкантера. Ведь не всегда же получается, что вы ответственны за программу концерта. То есть иногда, если это ваш сольный концерт, вы сами пишете себе, я хотел бы исполнить, и пишете на бумаге, там, концерт такой-то, такой-то. Соответственно, вы понимаете, на каком инструменте вы должны это и на каком штуке желательно это исполнить. А если вы сидите в оркестре, и за вас программу делает главный дирижер, и вы не вправе менять программу. То есть вы должны следовать тому, что задает главный дирижер. И здесь нужно подстраиваться. И очень часто бывает, в одной программе ты играешь на нескольких инструментах и радикально противоположные вещи. И на одном штуке ты понимаешь, что да, ты можешь это сделать, но зачем обременять себя, когда ты играл на прошлой неделе тяжелую программу, и потом еще следующие три недели будешь где-нибудь играть в тоже тяжелую программу. То есть физически, если ты подходишь к этому вопросу, скажем, интеллигентно, то ты бережешься себе силой, сам себе силой. Поэтому я считаю целесообразным именно в этом направлении смотреть и подбирать себе в уступки. Я не привержен с того, чтобы менять постоянно мундштуки, постоянные размеры. Да, это интересно, скажем, на первых порах, особенно для тех ребят, которые только впервые играют тот или иной сложный репертуар. Да, это нужно, потому что когда ты никогда не играл, ты же не знаешь, как это будет. Поэтому тебе нужно попробовать. А если ты уже знаешь, то, конечно, здесь нужно конкретно задать себе вопрос, а не слишком ли много или слишком ли мало это. Поэтому, чтобы не наиграться, или наоборот, чтобы это чисто именно из музыкального соображения, из музыкальной эстетики, насколько красивый звук должен быть. И я знаю, что когда Адольф Херст очень долго играл в Чикаго и только ушел на пенсию его коллега Шилке, и они вместе стали очень сильно сотрудничать. Он много разных мундштуков ему постоянно приносил, и он их постоянно у себя выставлял. Значит, когда он занимался, у него было около 50 мундштуков постоянно. Он знал, на какие размеры он может рассчитывать. То есть уже тогда, в далекие эти 70-60-е годы, он, конечно, конкретно давал себе отчет, что на тот момент мы располагаем такими возможностями, да, таким инструментарием, такими штуками. А сейчас у нас появилась новая технология, и с помощью именно компьютера у Бризенмайера, и не только, есть возможность настолько мелко от человека выточить то, что ему нужно. Это просто удивительно. Самое главное, чтобы у самого исполнителя была конкретная идея, что он хочет. Потому что Карл Бризенмайер неоднократно говорит, обращается к ребятам, что, вы знаете, я вам не могу помочь, если вы мне будете постоянно говорить, а давайте, может быть, это, а может быть, то. Это, знаете, как абсолютно из разных опер спрашивать. И он говорит, я не знаю, мне нужна точка опоры. Я не знаю, как, что вам предложить, и как повлиять, так сказать, на ваш звук. Потому что вы говорите сначала одно, потом второе. Если вы уже конкретно знаете, то я вам могу рассказать, как у меня это происходит в двух словах. Когда я ему что-то играю, я ему говорю, у меня такие-то, такие-то ощущения, я хотел бы изменить то-то, то-то. Но при этом я чувствую, что то-то, то-то, хорошо, пожалуйста, вот это не меняйте. Он говорит, понял, я должен что-то сделать. И у него это сугубо математически происходит. То есть он знает, он очень часто рисует чертеж на бумаге для себя и для меня, он поясняет все. Потом он очень много информации загоняет в компьютер, потому что у него сейчас настолько много стало номеров, он говорит, я просто физически это уже не могу запомнить, там слишком много. Тем более он не только с трубачами, он со всеми духовиками работает. И заказы только поступают, и он в недавнего времени стал с джозовиками сотрудничать. Очень, так сказать, сильная, крепкая дружба. Поэтому там совершенно другие размеры. И он говорит, чтобы не запутаться мне, я открываю, делаю индивидуальный файл на каждого человека. И если у вас когда-либо потерялся, что-то с ним случилось, ну, мало ли там, может быть, уронил случайно человек и где-то что-то там поцарапалось, он говорит, это не страшно, я вам могу выслать абсолютно такую же копию. И вы, когда получите новое, у вас будет такое же ощущение на губах. Поэтому сейчас это уже возможно сделать. Представляете, в какую мы эпоху с вами живем вообще. Вот. Да. Это очень интересно. Да, сейчас, конечно, другой век. Андрей, к сожалению, у меня осталось 5 минут до прихода жены. Тут залазит собака, мне надо будет с ней гулять. Спасибо вам огромное. Просто такая, просто лекция на все темы. Я прослушал прямо с таким большим удовольствием. Я думаю, также будут все рады, кто будет слушать это видео. Очень содержательно. Спасибо. Я надеюсь, что это не последний раз. Очень рад с вами познакомиться. Очень вы приятный человек. Спасибо. Классный собеседник. Прямо я... У меня нет слов. Благодарность вам. Спасибо вам за это. Спасибо большое. Андрей, очень приятно. Спасибо за приглашение. Принять в этом разговоре участие. И, конечно же, если у ребят каких-то появятся какие-то вопросы, вы можете обращаться. Ну ладно. До новых встреч. До свидания. Сейчас наступил у нас пик. Пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»